Всем привет! Я Игорь Зверев, и я люблю карты. Это пошло у меня еще, наверное, со школьных времен, когда у меня в тумочке была куча бумажных карт, как атласов, потому что мои родители любили путешествовать, так и всяких тематических, а даже полувоенных карт. Я очень любил их читать, потому что карты, они очень глубокие, только на поверхности кажется, что там дороги и реки. Но если смотреться, там всякие холмы, тропинки, куда можно забраться в лесах, новые деревни неизведанные, которые интересно посмотреть, острова, на которые интересно набраться. Если открыть хорошую детальную карту, то в нее можно зарыться не хуже, чем в интересную книжку. И как у книжек, у карт есть авторы. Кто делает карта? Ответ, в принципе, очевиден. Их делают картографы. Вопрос в том, кто такие картографы? В давние времена, 400-500 лет назад, картографы были, их было мало. Там 1 на 50 лет. Это были великие путешественники, которые плавали по всем рекам, которые копались в источниках и собирали информацию во всем мире и рисовали интересные карты, которые сейчас больше похожи на картины. С ними сложно разобраться, но интересно посмотреть, как люди представляли мир в то время. Карты оказались полезны. Правители стран смотрели на них и понимали, что вот их граница и государство. Здесь такой рельеф, здесь стоят горы, сюда можно поставить дручников, здесь можно незаметно пробраться в соседнее государство. И получается, что тот, кто знает, как выглядит их страна, может править миром. То есть карты – это власть. И поэтому очень долгое время карты были государственным делом, карты были военным делом. И большинство картографов, они были профессиональными картографами, которые работали на государство или на армию. Вы наверняка знаете карты Генштаба. Это долгое время они считаются лучшими картами в мире, потому что военные картографы, они учились в школе очень хорошо, они поступили в институт геодезии и картографии, и там учили кучу разных важных вещей, как пользоваться тердолитом, как пользоваться картографическим планшетом, как что такое датум, что такое системы координат, проекции, условное обозначение, кучу разных сложных страшных вещей. Они были профессионалами. И они путешествовали по всему миру и делали очень точные карты, стоящие до сантиметров всего мира. И Белоруссия, и Америка, и Африка. Вот. Это поистине сложная, монументальная работа. Вот. И опять же, долгое время карты были военными. Примерно в середине прошлого века люди начали очень много ездить на автомобилях. И оказалось, что они хотят знать, где они находятся. И как им проехать с одного конца страны на другой. Появился запрос на карты для обычных людей. И они появились. Появилась целая куча атласов. Целая куча бумажных карт, настенных карт. Карты стали общими. Карты стали не только военным делом. Карты стали общечеловеческим делом. Люди наконец-то поняли, что важно понимать, где ты находишься. Но сейчас, наверное, мало у кого есть коллекция атласов, мало кто ими пользуется сейчас. Потому что у вас у всех есть телефоны, а на телефонах есть свои карты. Примерно 20 лет назад в картах произошла очередная революция. Они стали электронными. Начиная с фирмы MapQuest, наверное, и дальше, большие компании начали экспериментировать с электронными картами. И поначалу они выглядели примерно как интерфейс доступа к атласа. Там два десятка кнопок, которые, по сути, все, что позволяют, это перелеснуть страничку, прокрутить страничку, изменить масштаб, по сути, поменять атлас. Все было довольно сложно. И это было 20 лет назад. То есть, чтобы понять как бы масштаб времени, 20 лет назад я только заканчивал школу. И тогда еще вообще электронных карт не было. То есть, то, чем я сейчас занимаюсь, я в компании Juno, работаю с картами. Я эксперт по OpenStreetMap и аналитик геоданных. Этой профессии просто не было. То есть, это один из примеров, из хороших примеров того, что вы можете думать, что вы будете кем угодно. То есть, в то время я думал, что я буду программистом, я буду писать на PHP, какие-то сайты. Я даже представить не мог, что мое детское увлечение, рассматривание карт, превратится в профессию. Так что, то, чем вы сейчас, скорее всего, даже не знаете, чем вы будете заниматься. Но лучше знать какие-то основы. И что касается основы, в 2005 году Google с помощью одной средств компании сделал интерфейс картам таким, как мы его знаем сейчас. Что можно взять мышку и прокручивать карту влево-вправо. Можно взять колесико и изменять масштаб. То есть, он связал отдельные листы атласов в общую глобальную карту. И кроме того, он сделал интерактивный. Он показал, что на карту можно щелкнуть и что-то получить. Можно проложить маршрут, можно что-то найти в соседней кафешке. То есть, он, Google с своими картами показал, что карты – это не просто какая-то бубашка, которую сделали дядя, и на нее можно смотреть. С картой можно взаимодействовать. Что карты – это инструмент. И это снова перевернуло взгляд на карту. Люди поняли, что они не только для рассматривания. Что карты – это полезный инструмент для каждодневного использования. Что их можно использовать, чтобы улучшать свой бизнес. Но это еще не все. Кто делает карты? Картографы. Кто такие картографы? Сначала это были исследователи, потом это были военные, потом это гис-специалисты в специальных компаниях. Сейчас карту может нарисовать каждый. Я могу нарисовать карту. Пока я шел в школу, я видел, я постоял минутку и осмотрелся. И я понял, что где находится. То есть, в принципе, я уже что-то могу нарисовать. Вот, скажем, наша улица третьего интернационала. Ее пересекает там улица штабского съезда партии либералов. Вот ваша школа. Такой сложной формы здания. Возможно, я точно не знаю, какое. Вот там дом номер 30, дом номер 28. Здесь такой есть проезд. Собственно, уже получается. Вот здесь светофор у вас стоит. Вот 30, это школа. Уже получается карта. Я нарисовал только, что я не картограф. Я не знаю, какой из этой доли там. Но... Конечно, у этой карты есть проблема. Это не столько карта, сколько схема. Но... Ей можно пользоваться. То есть, вы уже знаете, что у вас есть проход во двор через дорогу. Какие у нее есть проблемы? Почему это не настоящая карта? У нее две проблемы. Две. Во-первых... Во-первых, эта карта всего лишь одного перекрестка. По ней нельзя, допустим, посмотреть, каким маршрутом добираться до школы. Потому что здесь, скорее всего, нет вашего дома. Вторая проблема – это точность. Школа не стоит вплотную к улице. Там есть тротуар, там есть забор. То есть, хорошо бы подвинуться так, чтобы было точно. Что с этим делать? Для этого нам может помочь одно простую устройство. Специальное устройство для пространных картографов стоит десятки тысяч долларов. Специальное устройство для картографов-любителей – бесплатное. Оно уже есть у вас в телефоне. Оно называется GPS. Вы наверняка пользуетесь GPS. Все, что он делает – это принимает сигнал со спутников и определяет ваше местоположение с точностью до пары метров. Возьмем GPS-устройство, прикрепим водный велосипед и покатаемся. На велосипеде – очень полезная штука, потому что он может кататься не только по автомобильным дорогам, но и по тротуарам, по паркам. То есть, скажем, вы живете где-то здесь и поехали кататься по улицам куда-то в этот парк. Здесь покатались по дорожкам и вернулись каким-то новым маршрутом. На следующий день поехали так тоже в парк, съездили куда-то туда вниз. Каждая покатушка GPS-устройство записывает последовательность ваших координат с точки зрения двух метров и сохраняет его в трек – ваш маршрут. Если у вас, скажем, есть какой-то знакомый или знакомая, которая тоже катается на велосипеде и как-то она присоединилась к вам, поехала с вами вместе в парк кататься. Или как-нибудь поехала к вам в гости. Или куда-нибудь по своим делам. И потом вернулась. Что у нас получается? Вы все покатались и у вас есть файл трекер. И вы их собрали все вместе. И что у вас получается? Это уже начинает походить на карту города. Вы здесь живете, вы знаете, как здесь явно какая-то улица, вы знаете, как она называется. Вы знаете, как называется эта улица, эта. Вы живете в домах, вы знаете их адреса. Вы знаете, что здесь парк. А в парке дорожки, скажем, покрытые гравия. И если взять эти треки и обрисовать в каком-нибудь редакторе, то у вас уже получится заготовка карты города, вашего района. И ей уже можно будет пользоваться. Можно будет проложить маршрут до парка, посчитать какие из них кратчайшие, посчитать расстояние, сколько вы проезжаете. Можно спланировать какой-то еще маршрут. Примерно так подумали люди в Лондоне. Несколько друзей, которые очень много катались на велосипедах, которые собрали все свои треки и получили какую-то карту. Они были программистами, поэтому они сделали систему, чтобы их обрисовывать. И так началась карта их района. А дальше они сделали шаг, который свойственен стартапам. Они решили, а давайте сделаем то же самое, но на весь мир. Не только люди из Лондона загружают треки в систему, но и люди из Амстердама, из Москвы, из Минска, из Бобруйска. Загружают треки, обрисовывают из них и медленно начинает расти карта всего мира из этого. И так появился OpenStreetMap. Понятно, что первые пять лет это выглядело довольно смешно в сравнении с официальными коммерческими картами. Потому что, ну, камон, профессиональные картографы, они столько всего объезжают, их работа. А велосипедисты и другие люди что не могут? Ну, они немного катаются, они делают хорошие карты городов, но загородные уже нудцомашь. Спустя 15 лет карты OpenStreetMap везде, вы их можете найти в Фейсбуке, в Apple Maps, в Инстаграме, в Снапчате, вообще везде. Они стали базовыми картами для всего. Их проще найти, чем не найти. Люди их замечают в поездах и самолетах, в бортовых системах автомобилей. OpenStreetMap стал таким популярным, потому что у него нет управления. Нет какой-то коммерческой компании, которая диктует условия. Вы можете использовать для того, но не можете использовать для этого. Это свойственно всем остальным картам. Чтобы даже поместить на свой сайт какие-то карты, скажем, нафтека, вам может понадобиться заплатить деньги. Чтобы распечатать карты Яндекса, вы не можете взять и перекрасить их, скажем, только можете распечатать карты Яндекса и написать, что это Яндекс. И так далее. Идея с OpenStreetMap была в том, что люди не только собирают треки и загружают их, но они также могут их достать обратно. Все, что в OpenStreetMap, принадлежит вам. Все, что вы рисуете в той же народной карте, принадлежит Яндексу. И если вы захотите нарисовать другими цветами, нет в Яндекс не делится данные. OpenStreetMap чем-то похож на Википедию. В том, что вы можете зайти на сайт, если вам что-то не нравится, жмете кнопку управить и правите. Вы можете исправить название улицы, можете убрать участок, который перекрыт или дорисовать новую улицу. Вы можете случайно что-то удалить. Обычно люди запомнят то, что OpenStreetMap за эти 15 лет, когда он работает, там сотни тысяч редакторов. Недавно был миллион. Некоторые из которых участвуют в проекте много лет, и они распределены по всему миру, и наверняка есть даже в вашем городе. Они не только рисуют карту, они следят, чтобы карта была идеальной. Чтобы не было фигни. Чтобы если кто-то что-то удалил, они это отменят или восстановят. OpenStreetMap – это большой проект и полезный. Что еще полезно? Мы знаем, зачем нужна Википедия. Там можно, из нее можно делать реферат, там можно поставить информацию по сериалу, который понравился. А зачем можно OpenStreetMap? Или еще шире. Зачем нужны карты? Есть очередной ответ. Чтобы добраться с точки А в точки Б. И чтобы найти ближайший магазин. Мне почему-то сразу приходит ассоциация игры. Игры. Зачем нужны карты? Ну, скажем, когда я учился в школе, была популярная игра Doom 2. Еще вот старая, которая устанавливалась с дискеток. Там бегаешь по подземельям, обстреливаешь монстров. Мы ее прошли, и это довольно быстро наскучило. И для нее был редактор уровней. Я его открыл и начал зарисовывать туда планы нашей школы. Первый, второй, третий этаж. Аудитории. Подбирал текстуры под двери. Стратегически расставил монстров. И игра для меня стала интересней. Для меня и для тех, с кем я играл в койп. Потому что она стала ближе ко мне, к моей жизни. Вместо того, чтобы отстреливать монстра в каком-то абстрактном аду, я отстреливал в аду, которая каждый день со мной. Сейчас карты редакции гораздо сложнее. Нужно знать 3D-моделирование и много других страшных вещей. Но это и не нужно. Потому что сейчас у нас есть OpenStreetMap. А некоторые игры используют OpenStreetMap. Теперь вы можете полетать на самолете над своим городом. Вы можете, благодаря игре в Generations 3, построить базу защиты от пришельцев рядом со своим домом. И защищать его. OpenStreetMap используется в куче игр. Таких как Battlefield. Таких как танки от Wargaming. Вы можете... Некоторые из вас наверняка защищают порталы по пути в школу в игре Ingress. Или собирают покемонов в парке в Pokemon Go. Скоро выйдет Minecraft Earth, в котором можно будет строить замки в своем дворе. С помощью инструментария Minecraft. И они все работают на OpenStreetMap. Поэтому их действия происходят не в каком-то абстрактном королевстве, а прямо рядом с вами. И это дает большой контроль. Потому что не только вы можете видеть свой дом. Если чего-то не хватает, OpenStreetMap как в Википедии. Берете и дорисовываете. Скажем, если вам не найти в Pokemon Go каких-нибудь земляных или травяных покемонов, открываете OpenStreetMap и видите, что парк рядом с вашим домом, он не отрисован. Вы дорисовываете его. Прорисовываете дорожки. В Pokemon Go обновляются данные. И опа! Покемоны начинают появляться. У вас появляется контроль. И это очень круто. И все это благодаря OpenStreetMap. Путешествие совершенно очевидное назначение для карт. Вы едете куда-то в другую страну или за город, выберете с собой карту. Если вы едете в другую страну и не хотите покупать интернет, вы ставите приложение типа Maps.me, типа Osmond или Guerrero. Загружаете туда карты и они вас направят куда нужно без интернета. Найдете гостиницу, проложите маршрут, ближайшее кафе и все что угодно. Благодаря OpenStreetMap, который не требует соединения с интернетом. Но путешествие может пользоваться и на более мелком масштабе. Скажем, я использую OpenStreetMap как записную книжку. Почтовое отделение. Они все работают по-разному. Фиг знает, когда они закрываются. Я открываю свою карту, нахожу почтовый день, тыкаю в него. Ага, закрывается в 8 вечера. Нужно выйти и успеть туда. То, что вы рисуете в карту, помогает не только другим найти это, но помогает вам это запомнить. Вы знаете время работы, вы знаете, где у вас ближайшие магазины. Вы можете отправить родителям ссылку на карту. И, наконец, карты помогают спланировать маршрут по району. Маршрут пробежки. Маршрут по катушке на 20 км. На карте, если нарисованы все пешеходные дорожки, вы можете каждый день ездить новым маршрутом. И тут вспоминается концепция белых пятен. Возможно, вам рассказывали, что когда-то карта мира была полна белых пятен. Великие путешественники снаряжали экспедиции, плавали по всему миру, чтобы понять, что находится в океане, что находится в середине континента. Они... В то время мы не знали... Ну, сейчас говорят, что белых пятен не осталось. Вы открываете гугль, и в гугле карта всего мира. В то время, в далекие времена, мы не знали, что находится в океанах, мы не знали, что находится в середине континентов, мы снаряжали экспедиции. Сейчас мы не знаем, что находится в соседнем квартале. Белые пятна не исчезли, они раздробились, стали меньше, их стали миллионы, миллиарды. Это значит, что каждый из вас может стать великим исследователем и открыть соседний двор, соседний город для людей. Потому что даже если посмотреть на карту Бобруйска, в каждом квартале я вижу много вещей, которые можно вырисовать, которые непонятно, что там, как там пройти, что есть там детская площадка. Все такие мелочи, они кажутся неважными для вас, потому что вы живете здесь, но они важны для людей снаружи, для людей из другой части города, для людей из другого города. Все это белые пятна, которые нужно заполнить. Разумеется, карта приносит деньги. Я работаю в компании Джуна. Это компания, в которой можно заказать машину, чтобы куда-то доехать. И у нас каждый день ездят тысячи машин в Нью-Йорке. Они присылают нам свои координаты. Так что у нас есть координаты всех машин и карта из OpenStreetMap, карта Нью-Йорка. Что получится, если их совместить? Ну, разумеется, получится увлекательная карта, где машинки, как муравьи, ползают по дорогам Нью-Йорка. Но также мы получаем возможность задавать карте вопросы и получать на них ответы. Как далеко машинки останавливаются от тех, кто заказал? Всегда ли они выбирают оптимальный маршрут? Есть ли части города, где они скапливаются или которые предпочитают объезжать или редко приезжают? Целая куча вопросов, на которые мы можем получить ответ благодаря карте. И эти ответы помогают нам делать сервис удобней, экономить деньги, зарабатывать деньги. И, собственно, это то, чем я занимаюсь. Я получаю эти ответы. Эта профессия довольно новая. Что-то типа аналитик геоданных. Еще нету старшегося названия. И это то, чем можно заниматься. Специалистов в этой области очень мало. Если вы разберетесь с картами, это будет здорово. Зачем разбираться с картами? Ну как? Я начинал с мелочей. Я катался на велосипеде и вносил в OpenStreetMap дорожки, которых еще не было. Всякие лесные тропинки, которые показались мне интересными. Я давал OpenStreetMap свои знания о дорожках, которых там нет. и я тратил свое время на то, чтобы их внести на карту. Но в то же время OpenStreetMap давал мне кое-что. Он, прежде всего, давал мне свои данные, потому что я вношу дорожки, я получаю карту всех дорожек в своей области. И он давал мне знания. И знания, которые дает OpenStreetMap, когда им занимаешься, это не только география, которая очевидна. Это и математика, и геометрия, и физика, и биология, и естествознание, даже социология и прочее. Это целая куча предметов, понимание каждого из которых стану изучить глубже, благодаря тому, что я смотрю внимательно на карты. Карты могут помогать спасать людей, но это отдельная, очень большая тема. Если вы погуглите MissingMaps или гуманитарная команда OpenStreetMap, вы много узнаете о том, как гуманитарная спасательная команда помогает людям в Африке, в Азии жертвам стихийных бедствий. Все благодаря тому, что эти люди были нанесены на карты. И, наконец, все это может помочь вам. Наш проект, который мы в ближайшей неделе будем с вами делать, касается дороги от дома до школы. Вашей дороги. Вы учитесь здесь уже очень много лет. Вы ходили по этой дороге сотни раз, если не тысячи. Вы знаете все, что у вас есть по маршруту. Вы знаете, где вы переходите дорогу, где у вас лестница, где можно срезать по тропинке через двор, где заборы и где дырки в заборах, через которые можно срезать путь. Все вот эти мелочи вы знаете, и их, скорее всего, нет на карте. И нашей задачей будет дорисовать карту, чтобы все это было на ней, чтобы можно было автоматически проложить маршрут от вашего дома до школы, и он совпадал с тем, как вы действительно на самом деле идете. И для этого осталось понять одну маленькую вещь. Вы знаете, что такое постритмэп. Вы знаете, зачем он нужен. Осталось узнать, как он устроен, и как его улучшить. Что у него находится внутри. Чтобы рисовать опуститмэп, для начала достаточно всего три вещи. Что обычно карта состоит из точек, линий и атрибутов. Точками обозначаются объекты, у которых нет длины. Например, деревья, скамейки, перекрестки с светофорами, магазины, кафе, иногда даже школа. Линии – это объекты, у которых есть длина. Очевидный пример – это дорога. Или забор. Есть замкнутые линии, которые иногда называют полигонные. Самый очевидный пример полигонный, самый частый – это здание. Или, например, территория школы. И, наконец, если просто нарисовать точки и линии, то это будет просто какой-то геометрический рисунок. Чтобы понять, что они означают, нужны атрибуты. Атрибуты в OpenSertMap – это пары ключ-равнозначения. Пары обычно английских слов. Например, если точка, точка, это означает скамейка, то это будет амельните, равно бенч. Если дорога – это какой-то городской проезд, то это highway, равно residential. Здание – все просто. Билдинг – одно объезд. Конечно, вам уже рассказывают про то, что английский язык важно знать. Но, чтобы реактивировать OpenSertMap, по крайней мере, на чайном уровне, это совершенно не обязательно, потому что современные редакторы переведены на русский язык. Поэтому проще, чем смотреть дальше теорию, запоминать что-то. Вы знаете три вещи – точки, линии атрибута. Открываем редактор и смотрим, как это выглядит внутри. Открыть редактор просто. Открываете сайт. Сайт под названием osm.org. И регистрируетесь в нем. Справа вверху будет кнопочка «Зарегистрироваться». Там нужно ввести свой имейл, придумать логин и пароль. На почту придет подтверждение. Тыкните в ссылку и вы на сайте. Попробуйте на сайте, когда вы в него зашли, найти свой город. А в этом городе найти свой двор. Посмотрите, есть ли ваше здание там, проставлен ли на нем номер. Есть ли магазины в вашем здании. Чего-то явно не окажется. Посмотрите вверх сайта, там будет кнопочка «Править». Нажмите на нее, и вам откроется веб-редактор. Веб-редактор очень простой. Там есть кнопочки «Точка», «Линия полигона». Что нужно сделать? Например, чтобы добавить парикмахерскую в вашем доме, тыкайте на точку, находите на карте место. Сначала нужно было найти место на карте. Тыкнуть на точку и внутрь дома вашего, туда, где примерно парикмахерская находит, тыкаете. И здесь появится в углу строка поиска, выбор, что вы хотите добавить. Вводите до слова «Парикмахерская» и тыкаете на строчку «Парикмахерская». Все, вы добавили. Также нужно заполнить ее атрибуты. У всех объектов есть второстепенные атрибуты. Например, название. Например, для дороги это может быть количество полос или максимальная скорость. Для здания это может быть количество этажей и адрес, разумеется. Номер дома, название улицы. На все объекты на карте можно тыкнуть, посмотреть их атрибуты и дополнить, если чего-то не хватает. Например, если в вашем доме нет адреса, его можно дополнить, написать. И не забыть потом в правом верхнем углу нажать кнопку «Сохранить». До того, как вы нажимаете «Сохранить», можете делать что угодно. Кнопка «Назад», отменить ваш друг. Но не забудьте, если вы сделали что-то полезное, если вы не просто экспериментировали, нажать кнопку «Сохранить», чтобы эти данные пошли сразу в OpenStreetMap. Через пару минут вы увидите свои изменения уже на карте. Через пару недель вы увидите их во всех приложениях, во многих играх. Как добавлять точки, парикмахерские, скамейки, деревья, вы знаете. Точно так же можно добавить линию и нарисовать, например, проезд, тротуар, пешеходную дорожку в вашем дворе. Если вы заметили, редактор предлагает обрисовывать спутниковый снимок. Не беда. Справа, примерно в середине, есть кнопочка со слоями, там три таких слоя. Нажмите на нее и пощелкните, там есть разные слои спутниковых снимков. Bing, Maxar, Mapbox, Esri. Они все сняты в разное время, и найдите самый свежий среди них. И после этого, если дома на карте нету, вы тыкните на кнопку «Полигон», клацаете в углы дома и выбираете в строке поиска здания или там здания школы, например, мой квартирный дом. И вы нарисовали дом, заполняете там адрес и «Ура!» появился на карте. Ваш дом появился на карте. Наконец, вы захотите нарисовать свой двор. Я надеюсь, что вы нарисуете свой двор. Напомню, наше задание заключалось в том, что вы рисуете маршрут от дома до школы. И вы, когда идете, вы скорее идете по тропинкам, по дворовым проездам, через арки, через заборы, дырки в заборах. Все это какие-то маленькие дорожки, которых часто не видно со спутниковых снимков, потому что они загорожены деревьями или они находятся в тени. Нарисуйте их. Это рисуется просто. Жмете кнопку «Линия» и, рисуя ближайших улиц от тротуаров, чтобы линии были соединены, рисуйте линию, как идет дорожка. Скорее всего, все основные улицы в вашем городе уже нарисованы. Поэтому вам понадобится знать всего три возможных класса дорог, которые вы нарисуете. Какие основные классы дорог? Прежде всего, это дороги, по которым ездят машины. Это местные проезды, заезды во двор или подъезды на парковку в торговых центрах. Они в поиске этого редактора называются «Служебный проезд». Вот, запомните это. Второе – это тротуары, это пешеходные дорожки с покрытием, асфальтовые, плеточные. Они называются, ну, так и называются – пешеходная дорожка в поиске. И, наконец, тропинки – неофициальные дорожки, которые протоптали люди, потому что так короче идти. В поиске они так и называются тропа. Этих трех типов достаточно, чтобы нарисовать ваш двор, чтобы нарисовать дорогу. Зачем вообще рисовать дорогу для школы? Ну, вы ее и так знаете. Какая разница, ну, узнает кто-то другой, там, человек с другого конца мира, как выйдет из для школы. Ну, какой смысл этих знаний? Эти знания уже для вас. Потому что вас в классе, там, 30 человек. Каждый из них нарисует свои все пешеходные дорожки, тропинки, дырки, места, где переходят дорогу. И все эти данные можно объединить, посмотреть, где вы чаще всего переходите дорогу. Где вы идете через темный двор и темную арку. Где дырки в заборах, которые все используют. Какие по этому маршруту могут быть опасные или непонятные места. Мы сможем проанализировать маршруты в совокупности. Как будто ваши маленькие ручейки сливаются в большую реку с направлением школы. И посмотреть, где по этой реке места, которые можно улучшить. Сделать безопаснее, сделать интереснее. И именно так карта по certain app может помочь вам. Сначала вы вливаете в нее свои знания, тратите время на то, чтобы их рисовать. И потом она дает вам знания, как использовать данные, как их обрабатывать. И она дает вам безопасность. Она дает вам более интересную и безопасную дорогу к школе. В ближайшие три дня, или сколько там до следующего урока, откройте редактор, найдите свой двор. И вспомните, как вы ходите, нарисуйте дорогу. И потом посмотрим. В OpenStreetMap есть история. Все, что вы делаете, сохраняется в базе. И я, или кто-нибудь другой, смогут посмотреть, что изменилось. Посчитать, сколько километров тропинок вы нарисовали. Посмотреть, сделать картинку до и после. Чтобы можно было сравнить. И восхититься, как классно вы сделали город. Как много белых пятен вы заполнили. OpenStreetMap это прикольно. И надеюсь, что он вас заинтересует. Спасибо, что все это послушали. Редактируйте карту. И надеюсь, что карта вам поможет стать лучше. Спасибо. Я был Илья. Присылайте вопросы в телеграм ильязвер или на почту ильясобакозверев.info. Я был рад провести этот урок. И будет здорово, если вы не школьник, то чтобы проведете этот урок для школьников в других школах. Спасибо и пока.